Дарова-дарова, народ! Канал Селив Фокс и я хотел бы рассказать про то, как получить оружие. Итак, в предыдущем видео рассказывал, как вступить в охотничество. В этом расскажу, как получить оружие. Вот, прежде всего вам необходим паспорт, его ксерокопия. Я делал ксерокопию всего паспорта, но вам, скорее всего, понадобится только лицевая часть в этой фотографии, и когда вы получали его, ну и, соответственно, прописку. Далее у нас идет медицинская справка форма 002 и 026. Вот, ее вы получаете, сейчас поподробнее объясню, как ее получить. Вот, далее вам понадобится ксерокопия охотничьего билета со всеми страницами, которые у вас в охотничьем билете, со всеми штабами, со всеми продлениями. Сейчас речь идет у нас о получении охотничьего оружия, лицензии на охотничье оружие. Вот, не для самообороны, для охотничьего оружия. Вот, далее понадобятся фотографии, три штуки, три на четыре, обязательно на матовой бумаге. Вот, это понадобится в лицензионную, в лицензионную службу. Далее нам понадобится две квитанции об оплате о сборе лицензионного сбора. Их будет две, стоимостью каждой по 110 рублей будете оплачивать через Сбербанк. Вот, далее, соответственно, у нас идет уже сама медкомиссия. Медкомиссия проходит на ряду вместе с водительской комиссией. У кого есть права, тот знает. Вот, когда, по каким дням. Соответственно, можете обратиться в поликлинику, где вы прописаны. Можете пройти медкомиссию, сейчас много учреждений, которые предоставляют это отдельно от того места, где вы прописаны. Там вам необходимо будет пройти психолога, нарколога, ну и несколько еще других врачей. Это, так, есть наш бастерапевт и глазной врач. Проходите. Для прохождения медкомиссии вам понадобится паспорт, вам понадобится, соответственно, полюс. Вот, две фотографии, три на четыре, также на матовом исполнении. И вам понадобится справка от нарколога. То, что вы не состоите на учете в наркологичке, так называемом, в народе. И от психолога. Соответственно, то же самое, то, что вы на учете нигде не состоите. То есть вам без проблем могут выдать эту лицензию на оружие. Вот, далее вы проходите медицинскую комиссию. Я много раз спорил с теми людьми, с которыми до этого проходили медкомиссию. Сейчас, ну, введение, вот, 2019 год на дворе. Еще необходимо делать энцефалограмму. Это снимок головного мозга. Стоит он везде по-разному. Я проходил, стоил он 900 рублей по стоимости. Сейчас, я не знаю, в зависимости от того населенного пункта, где вы находитесь. Я оплатил 900 рублей. Он также необходим для прохождения в медкомиссии. И проходил я еще отдельно, ездил. Сейчас это сделаю обязательно. То, что в наркодиспансер вы приходите, вы сдаете анализы. Как это выглядит? Заходите. Это, кстати говоря, тоже платно. Стоит это в районе полутора или двух тысяч сдачи этих анализов. Вам выдается баночка. Вы заходите в туалет, соответственно, сопровождаетесь по-маленькому, отдаете эту баночку, привлаживая. В эту баночку опускаются две полоски тестовые на наркотики. То есть, вас проверяют. Если у вас отрицательность, соответственно, вам подписывают документ. И вы с этой справкой едете уже непосредственно на медкомиссию. То есть, перед медкомиссией вы проходите энцефалограмму головного мозга. И вы идете, сдаете анализы на наркотики. Дальше вы с этими, с двумя справками идете уже непосредственно на медкомиссию. Там ее проходите удачно. Забираете весь этот пакет документов. Это ксерокопия паспорта, ксерокопия охотничьего билета. Две лицензии, они у вас уже должны быть оплачены. Вот, далее вы три фотографии. Три на четыре матовое исполнение. И вы, чем можно, по крайней мере, в Московской области. Сейчас сделали обязательно, то есть, через портал госуслуги. Записывайтесь на прием. И уже там непосредственно вам назначают дату, время. И вы к этому дату, времени привозите все документы. Далее, вы сдаете документы на рассмотрение. Это, как правило, не более двух недель. Вам отзванивать, если вам оставляют номер телефона, вы звоните, узнаете там все. И идите, забираете лицензию. Лицензия выглядит формат А4. Светло-синего цвета, бумажка такая. Вы с этой лицензией едете в охотничий магазин. Приобретаете там оружие. Там у вас часть от этой лицензии, она отравная. Вас забирает. Приобретаете огнестрельное оружие. Сейчас мы говорим про огнестрел, который вы приобретаете на ближайшие пять лет. Приобретение нарезного оружия для охоты возможно только по истечению пятилетнего срока хранения обычного огнестрельного оружия. Далее вы забираете это ружье. Соответственно, у вас уже дома должен стоять сейф. Вы едете в лицензионку. Вам назначают даты, время. Вы едете с этим стволом, с оружием, едете в лицензионную. Там вам вписывают обязательно номера. Вашу будущую лицензию. Вписывают номера, остаются в штампе, отдают. Эта лицензия будет у вас действительно на протяжении ближайших пяти лет. Далее вы проходите ту же самую процедуру. Скидку, ссылку на все те документы, которые необходимы для прохождения, приобретения оружия первоначального, я оставлю под этим видео. Можете зайти посмотреть полный список. Далее в этом лицензионной вам выдают акт. Вы с этим актом едете к участковому. Этот участковый, соответственно, с этим актом приходит к вам, проверяет оружие, целостность хранения оружия, правила хранения оружия, соответственно, и сам непосредственно сейф. Сейф должен быть толщиной, если я не ошибаюсь, 3 мм из стали. Один замок для голокоствола, два замка для нарезного. И, наверное, хотел бы еще уточнить то, что обязательно боеприпасы, то есть патроны к вашему оружию, должны храниться отдельно от оружия. То есть в отдельном сейфе. Если вы будете приобретать сейф, обратите внимание, то что у вас или полочка или снизу, или сверху должна быть отдельно, с отдельным ключом для хранения боеприпасов. И сейф должен быть прикручен к полу и к стене, не менее чем на 4 винта, но я прикреплял на 4, на 12-ку я оставил болта 12-й по длине, 12-ка 4, 4 в стену, 2 в пол. Вот, крепил обязательно. И, соответственно, когда к вам приходит участковый, вы ему все это показываете, он все это проверяет, подписывает его, акт охранения, приобретения, также смотрит лицензию и так далее. И он ее, можете по внутренней почте попросить, чтобы он ее, ну, поправил то, что должна отсылаться все это по внутренней почте. Но я просил своего участкового, чтобы он мне отдал его на руки, я сам его вез в лицензионную. То есть я буквально на следующий день отдавал эти документы, потому что на лицензию уже к ним. То есть, и все, в принципе, далее через неделю вам отзваниваются примерно, ну, приезжайте, забирайте готовую лицензию на оружие. Я ее заламинировал для удобства, сейчас ее со мной нету. К сожалению, в предыдущем видео по поводу охотничьего билета я ее показывал светло-синенько, так как корочка, не корочка, а пластиночка. Вот, я ее ламинировал, потому что в условиях охоты бывает то, что в карман кладешь, она может и промокнуть и так далее. Это целлофан, в котором находится охотничий билет, также может быть разорван совершенно случайно. Вот, и немножко промокает, это неудобно. Вот, далее в процессе, допустим, пятилетнего ближайшего срока к вам будет приходить участковый проверять целостное сохранение и правила хранения оружия. Соответственно, у них бывает разного рода нештатная ситуация, криминогенная обстановка в вашем районе, в вашем населенном пункте, я так думаю, разная. Вот. В принципе, все. Если это видео было полезно для вас, я очень рад. Список документов и ссылку на сайт, на свое охотничье общество я оставлю под описанием в это видео, под этим видео в описании. Соответственно, список документов я оставлю там же. Я надеюсь, вам это было очень полезно. По времени примерно занимает это, ну, недели полторы-две сборы, прохождение комиссии. Ну, а дальше ожидания. Это покупка оружия, сдача его, по кассу его вписывают номера лицензионки. Потом через неделю где-то его получат, ну, где-то месяц ориентироваться, все это получается. Это все очень долго, сложно. Ну, в принципе, это самое сложное, потому что у вас предстоит, и сложнее, чем охота. Вот. Всем удачи, всем всего самого лучшего. Пока-пока.